Всем привет! Сегодня Охотника на этом мне дали вот такой кейс. В нем мультикомпрессионный пистолет Zoraki HP-01 Ultra. По комплектации здесь значит его инструкция на английском языке. Здесь полностью номера деталей, если вдруг что потребуется заменить или доработать, и подробная такая сборка. Здесь тестовый отстрел конкретно этой модели. По серийному номеру это обозначено. Ну и соответственно сам пистолет. Пистолет матчевый для очень точной стрельбы. Аналогов он не имеет. То есть у него мультикомпрессионная накачка. Из логических пистолетов могу сказать только Crossman 1377 и может быть какой-нибудь пистолет фирмы Zos, если они еще остались. Но в принципе пистолет уникальный в своем роде. Единственным минусом этой уникальности является его цена. Он достаточно дорогой. Выполнен он целиком в пластике. Также хочу отметить его одним из минусов. Он только под правую руку. То есть если вы хотите перестать, если вы левша и хотите стрелять с левой руки, у вас не получится. Здесь анатомическая рукоять. То есть вот у меня чуть больше среднего ладони. Все прекрасно ложится. Ну и как и все матчевые пистолеты он имеет очень широкую регулировку спускового крючка. Здесь есть в комплекте специальный ключ Torx. В этом отверстии регулируется усилие нажатия. Здесь ход спускового крючка. Ну и в верхней нижней плоскости на самом пусковом крючке есть два винтика. Пистолет представляет собой достаточно габаритное изделие. Это именно модель Ultra. Есть еще Light. Она будет покороче и более слабая. У нашей модели HP 01 Ultra ствол 26 сантиметров. А модель, которая представлена с аббревиатурой Light, она короче. Она 18 сантиметров. Соответственно, там и мощность меньше, и расстояние по стрельбе вы сможете выдать меньше. Пистолет, собственно, заряжается отведением двух предохранителей, подпружиненных справа и слева. И вот наша мультикомпрессионная камера. Вот резервуар с воздухом. Пуля заряжается под пластиковым корпусом аж вот сюда. Это неудобно, то есть постоянно как бы туда лазить. Еще и если пальцы не очень чувствительные и толстые. Вот это неудобно. Вот сейчас, например, холодно. Мне будет заряжать крайне неудобно. Мушка крутится в двух плоскостях. Отличие. Здесь красненькая есть отметочка, здесь черная. Но сейчас попробуем протестировать на хроновик в пистолет пошли. Напомню, у нашей модели Zoraki HP01 Ultra у нее максимальная мощность выдается четырьмя качками, то есть подачей воздуха в мультикомпрессионную камеру. А у модели Light у нее только три. Мы попробуем и на пять протестировать. Посмотрим, будет ли какая-то разница в мощности или нет. Изначально все-таки попробуем два. Полностью ее отводим назад. Раз. Заряжаем пулю. Солодными руками в отсек она подается. Не очень удобно. Я бы сказал, совсем неудобно. Отводим предохранитель автоматический вперед. 128 метров в секунду у нас получилось с двух качков. Сейчас будем делать три. Раз. Два. И три. Довольно туго идет. Пуля у нас, кстати, весит 0,49. Грубо говоря, полграмма. Вот почти 150 метров в секунду с трех качков. Теперь давайте максимальную мощность протестируем. Четыре. Раз. Два. Тяжеловато. Три. Кстати, если вы заряжаете, опираясь на целик, это достаточно сильно режет руку. Поэтому рекомендую пользоваться перчатками. Подача пули неудобная. Уже очень туго возвращается. Вводим предохранитель. И вот на максимальной мощности сейчас будет скорость. 163 метра в секунду, грубо говоря, полуграммами. Сейчас я соберусь силами и попробую на пять раз накачать. Раз. Два. Три. Четыре. Нанижаем. И... Пять. Сводим предохранитель. Ну, как мы видим, то же самое. А почему? Потому что там есть камера обратного хода, которая лишнее давление из резервуара, которое не предусмотрено, чтобы там находилось, оно стравливает. Поэтому сделаете вы 4 или 24 качка, какой разницы не будет. Кстати, здесь есть планочка сверху вивер и снизу можно поставить ЛЦУшечку или коллиматор или маленький мини-оптический прицельчик. За раки нужно покупать в Охотник.НЕ. У нас гарантия, скидки и действительно качественный оригинальный товар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова